Министерство обороны Эксперт по Ближнему Востоку, публицист и писатель Константин Стрягунов. Весь этот процесс координируется турецкими спецслужбами. ИГИЛовцы и другие террористические организации получают логистическую помощь, разведывательную помощь. Турецкие военные и разведка координируют деятельность боевиками упомянутых террористических организаций. И, соответственно, можно говорить о том, что, конечно же, помимо торговли нефтью, приемодействии турецких органов безопасности, но куда более широкий характер. Российская Федерация уже заявляла о том, что располагает доказательствами сотрудничества Турции и ИГИЛ. Но эти заявления были проигнорированы. Новые документы о закупках нефти у ИГИЛ оглашены на международной инфоплощадке Russia Today, но изменит ли это отношение к Турции в мире? Полагаю, что никаких серьезных мер по отношению к Анкаре предпринято с Западом не будет. Турция для тех же Соединенных Штатов Америки является хоть и непростым, но все-таки партнером, назовем это так. В современном мире огромное влияние и значение имеют информационное доминирование в информационном пространстве. Это не просто вот этим потоком лжи забивает любые факты. То есть факты в наше время практически не имеют никакого эффекта. Если они не поддержаны вот таким мощным информационным потоком. То же самое касается и Турции. То есть если об этом особо не говорят и не пишут на Западе, то считается как бы, что на взаимодействии с турок с ифонским государством и другими террористическими организациями можно закрыть глаза. Эксперт отмечает, что США поддерживают одновременно и Турцию, и Курдистан, таким образом введя характерную для англосаксов двойную и даже тройную игру. Ну а российско-турецкий конфликт, похоже, разрешится еще не скоро. И что же делать? Ни в интересах России, ни в интересах Турции дальнейшая вот такая эскалация, если посмотреть на ситуацию стратегическую. Безусловно, Турция совершила акт военной агрессии, сбив наш бомбардировщик Су-24. Однако нам все равно придется налаживать отношения. Возможно, какие-то контакты неофициальны. То есть, по каналам типоматическим и спецслужб какое-то взаимодействие должно осуществляться, какие-то попытки найти общий некий знаменатель. Но, скорее всего, вот пока существует режим Родогана, ничего продуктивного в этом направлении предпринять не получится. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok